Всем привет! Вы на канале Колбин Ревью. Вот основные новые функции iPad Air 4. Запускается через кнопку блокировки, в которую встроен отпечаток пальца. До этого последнее поколение iPad Air еще имел кнопку «Домой», но с этим новым iPad Air 4 Apple сделали полный редизайн планшета. Вы можете увидеть по тапу на экран или при открытии чехла, что iPad показывает анимацию, где находится клавиша, чтобы не закрывать ее. Настроить это легко и настраивается либо при первом включении, либо позже в настройках. Когда вы его настраиваете, вам нужно просто касаться клавиши нужным пальцем. Вот и все. Эта кнопка включения и блокировки немного больше, чем была в прошлом iPad за счет интеграции Touch ID. Кстати, тут можно настроить второй палец тоже, чтобы в разных положениях разблокировать можно было разными руками. Также из-за того, что кнопка домой ушла, есть новый способ войти в iPad без необходимости проводить пальцем вверх. Вы можете увидеть разблокировку, прикоснувшись к нему, либо подержать, и он полностью сам разблокируется. Следующим пунктом будет камера. Камера, которая раньше была всего лишь 8-мегапиксельной, теперь стала потрясающе 12-мегапиксельной. Это очень похоже на то, что мы видим на айфонах сейчас. Это не просто улучшенный датчик, с ним мы получили преимущество. Например, у нас есть поддержка 4К и видео, и мы не только получаем видео 4К, но и за счет нового процессора, он тут более хорошего качества. Все же знают, что на мобильных устройствах важна не столько сама матрица или количество мегапикселей в ней, сколько процессор, который будет обрабатывать полученные данные. Теперь вы можете записывать видео в хорошем качестве 4К на свой iPad. Даже если будет это выглядеть немножко смешно и глупо. Но представьте, большое устройство, и вы там с ним ходите по городу и пытаетесь что-то на него записать. Но для домов почему и нет. Если вы покопаетесь в настройках камеры, вы увидите все ее возможности. Например, разное разрешение, в котором теперь можно записывать видео. В том числе 60 кадров в секунду, 1080 и 60 кадров в секунду для 4К. Даже моя Sony i7C так еще не умеет. Также тут есть 30 и, соответственно, 24 кадра также. Еще улучшили слоу-мо. Раньше оно было очень ограничено разрешением. Максимально это было 720p, теперь это 1080p при 240 или 120 кадрах в секунду. Как по мне, отличное обновление для слоу-мо. Также обновили Wi-Fi. Теперь это шестое поколение. До этого был Wi-Fi 5. Шестой даст вам немного лучше время автономной работы и более высокую скорость. Динамики также улучшили. Звук, конечно, будет зависеть от того, что вы слушаете или смотрите. Но вы услышите хороший звук. Разница с прошлым Air'ом чувствуется сразу. Тут 4 отверстия, но динамика только 2. По одной из каждой стороны. Тут хорошее стерео, но обратите внимание на то, что у iPad Pro будет также 4 отверстия, но при этом там по 2 динамика с каждой стороны. Так что прошка по звуку будет чуть-чуть, но все-таки выигрывать. Между двумя из этих динамиков есть новый USB Type-C. Раньше это было только у Pro-версии, теперь Type-C перенесли на iPad Air. У USB-C имеется, ну, блин, масса преимуществ. Можно подключить такие вещи, как жесткий диск. Вы можете редактировать видео прямо с этих внешних дисков, что дает массу преимуществ для хранения данных. Также можно запустить и другие аксессуары через USB-C. Плюс отсюда вы можете зарядить свой iPhone или Apple Watch через также этот же разъем. Разъем вашего iPad. Ну, или некоторые другие аксессуары, как, например, камера. Та же GoPro или Sony, почему нет? Да и вообще, теперь есть тонны аксессуаров, которые можно подключить напрямую через USB. В комплекте также и блок питания. В отличие от новых iPhone, ну, хотя бы он там идет. И, кстати, он идет на 20 Вт. Допустим, iPad Pro идет со старым блоком на 18 Вт. Это круто, что ты получаешь более быстрый блок питания USB-C в комплекте с новым iPad Air. Так что, если ты берешь какой-нибудь дорогущий iPhone, грех не прикупить какой-нибудь iPad вместе с новым iPhone для тебя. Поддержка Apple Pencil. Новый Air поддерживает новый Pencil второго поколения. Он имеет массу преимуществ. Новый дизайн уже не так крутится в руке, как старый. Приятное матовое покрытие и магнитное крепление, чтобы не потерять его. И теперь стало намного проще заряжать Pencil. Просто магнитите его на боковую сторону и все, зарядка пошла. Также с новым iOS 14 завезли тонну фишек для этого карандаша. Но у меня его нету, поэтому расскажу о нем как-нибудь в следующий раз. Я не могу забыть и про процессор, на котором работает этот новый iPad процессор. А 14 это то же самое, что мы видели в новой линейке iPhone 12. Это зверь. Он показывает огромные результаты в производительности. Я играю в танки World of Tanks Blitz вообще без нареканий. Монтирую видео 4K в Luma Fusion. Тоже все быстро работает, четко. Никаких нареканий. Ну вообще в принципе не мне про него рассказывать. Уже сотня блогеров похвалили новый процессор от Apple. И уже все сравнили его с предыдущим A12. И понятное дело, что новый A14 будет чуть-чуть лучше. Этот новый iPad Air также поставляется в нескольких новых цветах. Это серебро, космический серый, розовое золото, синий и зеленый. Также тут новый дисплей. Теперь он без воздушной прослойки. Это хорошо для Apple Pencil, но не так круто для ремонта дисплея. Дисплей тут почти такой же, как в iPad Pro. Но чуть-чуть проще. Он 60 Гц и при этом рамки чуть-чуть больше. В целом дисплей выглядит неплохо. Лично я к нему претензий не имею. Хоть в прошке рамки поменьше и 120 Гц. Но в целом меня 60 Гц устраивает. Но все знают, что Apple делает хорошие дисплеи. Что на iPhone, что на iPad. Для редактирования фото, либо видео для просмотра фильмов. Как ни где, на этот iPad хорошо подходит. Также Air поддерживает клавиатуру от Apple. Но она слишком дорогая. У меня ее нет. Поэтому сказать про нее я ничего уже не смогу. Уж извините. На этом все. И я хочу, чтобы вы в комментариях написали, что вы думаете про новый iPad. А если он у вас уже есть, то поделитесь мнением. Люди, которые посмотрят этот ролик, будут читать внизу комментарии. Слушать ваши, читать ваши отзывы. Это будет и для них полезно. Ну и не забывайте подписаться на мой канал. Скоро будет еще несколько видео касательно этого iPad Air 4. А дальше посмотрим. Всем пока.